В минувшее воскресенье 13-го в соцгороде Уралмаш, там где улица Коммунистическая, пересекается с улицей Бакинских комиссаров, совершенно неприлично буржуинский автомобиль вступил прямо-таки в классовую борьбу с вызывающей пролетарского вида легковушкой. Хоть и тоже иномаркой, но явно с противоположного ценового полюса. Да и по цветам участники этой стычки относились друг к другу предельно негативно. Хоть и ехали на общий для них зеленый свет светофора. Оба на зеленый ехали, а кто куда ехал, непонятно. Здесь победило, надо думать, добро, если рассуждать от противного. То есть, если обратить внимание, что черный-причерный Мерседес, из которого так себе получился суровый армейский джипяшник для саудовских воинов, обвешан знаками с библейским числом зверя, то выходит, что его противник, поставивший его в безвыездное положение, он как бы против инфернальных сил за все хорошее и светлое, как и цвет его машинюшки. Правда, заплатить за победу светлых сил пришлось белым бампером, но это же мелочь. Небольшое, но всегда похвальное самопожертвование. Но над поверженным надо заметить, никто особо, да и не особо тоже, не измывался. Народ у нас сердобольный. Милость к падшим призывать не только Пушкин умел. Так что, хоть с постановкой Гелендвагена обратно на свои четыре, вполне мог справиться и эвакуатор, вцепившийся уже в него тросом, без соборности, в общем-то и особо и ненужной, этот акт не обошелся. Ну, чтобы гелик перевернулся, это надо постараться. Осторожно, трос лопнет, на ногу упадет. Отойдите лучше, осторожно. Нафига вот лезут, есть спецтехника, пусть поднимает.